Всем привет! Мы едем в больничку. Вот сейчас остановились возле Аюзбира. Надо за салфетками и за чем-то еще. Девчонки выбежали. Вон мои девчонки. Ирада, покажись. Да, вот такие они у меня одинаковые. Да, что-то они тут. Какую-то молочную штучку. Да, я подержу. Да, все, я поняла, я поняла. На. Все, Ира, доешь. Раскрыть. Сейчас покажу их. Смотри. Вот. Вот мои девчонки. Просят почаще показывать. Моих красавиц. Вот папа. Почему мне папа купил кефир? Я не знаю. Сказала, меня тошнит, я хочу пить. А папуля купил мне кефир. Еще и клубничный. Я, кстати, ни разу не пробовала клубничный кефир. Я обычно пью просто кефир обыкновенный. Кефир обыкновенный. Сейчас попью необыкновенный. Да, папуля? Ну, попробуем. Идут две подружки мои. Это так редко бывает, чтобы они шли за ручечку, дружненько. Сегодня прям они друзья. Все, сходили мы к врачу. Сейчас мы заехали на 10-15 минут. Ну, сейчас я рада покушать. Ну, так, повидаться, заехали к свекрови. Вот. Собака лает, как резаная. Как Бирола видит, так вообще. Но она вообще, мне кажется, в туалет хочет, наверное. Скажи папе, пусть ее выпустят в 6 часов. Она в туалет хочет. Бедная собака. Поэтому я думаю, вот так жить в частном доме, где собака, чтобы бесконечно лаять. Мне гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Она всегда в 6 часов ходит писать. Мама, мама, папа. Ой, я не могу. Так жалко собаку. Прям сердце раздевается. Она так прям надрывается. И мне ее жалко. А если она там наделает зилов, то она еще и получит потом, конечно. Ну, по-любому что-то хочет. Либо пить, либо в туалет. Ну, еще папу рада видеть. В общем, сходили мы в больничку. Сначала меня посмотрели, потом, ну, как всегда, профессор посмотрел. Потом мы пошли, еще мне УЗИ сделали. Посмотрели, все. Сказали, что все нормально, все хорошо, слава богу. Ну, 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 ну. Кстати, я на днях буду записывать уже видео. Скажу вам, что со мной расскажу. О своей проблеме, о своей ситуации. Так что через несколько деньков вы уже, наконец-то, узнаете. И я там уже все так вот, насколько это возможно, подробненько расскажу. Ну, самое главное, там я-то, понятно. Самое главное, конечно, что с малышкой все в порядке. Единственное, что я не знаю, у меня никогда такого не было. Вот ни с Ирадо, ни с Иджирин. Хотя вот Ирадо тоже у меня первый ребенок. Крупная, да, 4 килограмма. Я, ну, большая, родилась. И у меня живот был огромный. Но у меня такого не было. Ну, где пуп немножечко побаливало, как будто как синяк. Ну, с Иджирюшкой точно так же. Но не до такой степени. У меня вся верхушка живота настолько мне больно. Вот как будто у меня... Вот такое ощущение, что прям один большой синяк, как будто наверху. Прям прикасаться невозможно. И как кажется, что сейчас лопнет живот, короче. Вот такое ощущение. Вот наверху особенно. Как будто вот сейчас... Бабам! И лопнет. Я говорю, капец. О, Иджирюшка убирается. Пришла к бабушке и помогает. В общем, вот так, в принципе, все, слава богу, нормально. Ой, ты моя помощница. И рада. Посмотри на Иджирюшку. Пришла и подметает, помогает бабушке. Ты какая помощница. И дома маме помогает. Настоящая маленькая турчанка. Настоящая. Прям оригинальная. Да? Как оригинальная кукла. Да! Все. Заслужила, да, теперь телефончик заслужила, да? Да. Ну, это бабушке телефон. Да. Бабушка разрешает тебе брать? Да. Да? Да. Что это такое? А я не знаю, эти бабушки. Да, и бабушка тебе сделает. Удей телефончик. Та-дам! Отодвигай. Что тут тебе принесли? Котлеточки, помидорки, да? Майка, я не только тебе. Ну, не только тебе, но в основном. Приятно. Давай, Иджирюшка. Почему она не хочет? Да, да. Какой, да? Смотрите, тут в парке какая балдё... Это в парке? Нет, там нет. Класс вообще. Нам тоже такое дано-то купить? Да, есть такое. Есть у нас? Мамка, чай, билет. Класс. А ты спросила, Ирадочка, хочешь? Или ты думала... Да, да. Спросили? Балдёжница такая. Да, самая бродоятная, думаю. Там надо было... Так, одна обезьяна залезла, теперь вторая лезет. Если бы я знала, что мы в парк придём, я бы им шорты бы одела. А, у меня есть шорты, кстати, вообще-то с собой. Ты будешь... Так, где наша любимая дочь? О, она боялась раньше здесь ходить. Сейчас уже... Ну да, она уже выросла. Обезьянка наша. Ку-ку, привет! Привет! Сама прибежала, сама залезла, ничего не боится. Иди-иди, не бойся, не бойся. Она боится там, видишь, как-то такой крутой спор. Иногда работают там. А, тут досточек-то нету, конечно. А ты потихоньку. Она едет? Нет. Потому что вместо Кызым два мальчика пришли. А, она туда пошла. Не, она не пойдёт. Ей нравятся вот эти штуки. И Радочка вон на той площадке, которая дальняя. Хорошо, свежий гост. Полиция ездит. Знаете, мой сладкий? Нам нужно канаду, но и другое надо. Адём. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, уже к школе подвозят все тетрадочки. Ой, как я это все люблю. Мы на неделе, на следующей будем уже покупать все. Вот как со школы полюбила все это. Дребедень, ручки, тетрадки. До сих пор не могу прям... Вот видите, всякие пенальчики. Портфельчиков. Я по радочке вот такой, пусть серенький какой-нибудь купила бы. Вот такой даже можно, как чемодан выдвижной. Класс. Сегодня все заходило, заходило в этот Вайфбир, в другой Бин. Хотела тетрадку купить, я перепутала. Только с 30 августа, я думала, уже есть. Нужна тетрадка, уже все девчонки зарисовали, все альбомы, все тетрадки. Уже приехали домой и решили посидеть в кафе возле дома. Вот папуля мне купил вот такую пироженку. Она называется гелин паста сы. Так что не халям-балям.